В эфире телеканала «Россия-1» минус откровенный рассказ Марии Максаковой о своей жизни. Ранее оперная Дива рассказала, что вернулась в Россию, чтобы отвоевать свою дорогую 7-комнатную квартиру, подаренную ей отцом. Певица громко заявляла в СМИ, что ее бывший гражданский супруг Владимир Тюрин совершил рейдерский захват элитной квартиры и настроил сын и дочь против нее. По словам певицы, из квартиры пропало дорогое имущество и сейф с крупной суммой денег. Как стало известно, фиктивный муж Максаковой Далхат Халаев был инициатором продажи квартиры своим друзьям, которые даже внести предоплату. На фоне борьбы за элитную столичную недвижимость на Краснопресненской набережной, Мария Максакова ищет хоть малейшую возможность видеть своих детей, сына Илью и дочь Люсю, которых, по ее словам, настраивают против нее бывший гражданский муж Владимир Тюрин и ее собственная мать, народная артистка РСФСР Людмила Максакова. В прямом эфире минус развязка громкой истории. Впервые Мария Максакова поговорила со своей дочерью Люсей и узнала, почему с ней не хочет общаться вся семья. Мария Максакова была удивлена, что родная дочь впервые за долгое время ответила на ее звонок, но сам разговор и тон 13-летней девочки ей не понравились, разговор пошел странно, потому что в 13 лет она говорит такими заученными юридическими формулировками. Разве это не трагедия, что девочки внушают, что у нее нет матери? Люси четко дала понять, что маме больше не верят, а будет, как и раньше, доверять только отцу, с которым она прожила свои лучшие годы. Я буду верить только ему, потому что мой отец, это самый лучший человек, которого я только знаю в жизни. И если ты будешь что-то говорить про моего отца, то я не хочу с тобой разговаривать. На данный момент я не очень горю желанием с тобой видеться, минус сказала девочка. Эксперты в студии разделились на два лагеря, одни высказались в поддержку Марии и ее желание сохранить семью, другие, против, объяснив это тем, что раньше старшие дети не интересовали певицу. Главное в разговоре не его содержание, главное, то, что произошло в начале, когда ваша дочь спрашивает про камеры, и мы ее обманываете. Поймите, когда в войну с бывшим мужем вы вовлекаете ребенка, это страшно, минус отметил журналист Александр Яковлев. Он также добавил, что за всей яркостью и харизмой Марии скрывается огромное количество чудовищной боли и обиды. Адвокат Марии Максаковой согласен с телеведущим и утверждает, что его подзащитную загнали в угол. Она находится в крайне стесненных обстоятельствах. Заявление в полицию, это вынужденная мера. Владимир, давайте сядем за стол переговоров. Я был бы счастлив помирить вас с Машей, утрясти все нелепые вопросы, чтобы весь этот позор на всю страну прекратился. Я не поддерживаю Машу в том, что все семейное дело нужно постоянно придавать публичности, но у нее не осталось другого выхода. Она жертвоположения, минус уверен Вадим Богатуре. Попыток поговорить с детьми Мария Максакова не оставляет. Она готова практически каждый день приходить к дверям учебного учреждения, чтобы обнять наследников. Почему народная артистка РСФСР Людмила Максакова не пустила дочь на порог квартиры? Кто на самом деле мешает Марии Максаковой видеться с детьми? И почему родные дети отказались от матери? Ответы, в прямом эфире. Еще больше интересных новостей, в нашем инстаграм и телеграм канале собака смотрим подчеркивание ру.